Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа События недели. Главное событие этой недели – традиционная прямая линия с главой Карачаева Черкесии Рашидом Темрезовым. На этот раз эфир впервые прошел на телеканале «Россия-24». Были озвучены десятки вопросов на самые разные темы, на которые руководитель региона постарался давать обстоятельные ответы. Более подробно в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Впервые площадкой для прямой линии с главой Карачаева Черкесии стал телеканал «Россия-24». У жителей республики было несколько дней и способов, чтобы задать интересующие их вопросы. Первый касался оказания социальной помощи семье участника специальной военной операции, которая осталась без попечения родителей и нуждается в собственном жилье. У нас буквально недавно был на эту тему разговор и внесение определенных законодательных актов на то, чтобы участники специальной военной операции могли быть первыми, кто получает такую социальную услугу без очереди. Я думал, Мурат Олегович, мы в ближайшее время, вы адресно возьмите на контроль свой и давайте принимать такое решение. И здесь я уверен в том, что нас и парламент Карачаева Черкесской республики поддержит. И мы такие законодательные акты внесем. На прямую линию дозвонилась женщина, которая проживает в аварийном доме по Октябрьской 3 в Черкесске. Она интересовалась, когда люди будут переселены в более комфортные условия. По словам министра строительства Рината Семенова, до конца года в северной части Черкеска будет сдан дом. Куда позднее и переедут собственники жилья в аварийном строении. До конца текущего года мы вводим в эксплуатацию второй дом по улице Свободу, 62. И до 1 июня мы переселим этот дом в Октябрьской 3, если не ошибаюсь, завершим. Часть вопросов от жителей касались недостаточного количества автобусных рейсов по ряду маршрутов. В частности, до села Придгорного в Урубском районе. А также до станицы Зеленчукской из региональной столицы. По каждому случаю будут проведены проверки. При необходимости количество единиц транспорта будет увеличено. Во время прямой линии был задан вопрос и об участии Карачаево-Черкесии в международной выставке на ВДНХ «Россия». День нашей республики в Москве запланирован на 8 декабря. Не обошли вниманием жителей региона и проблему обеспечения некоторых населенных пунктов питьевой водой. По словам главы Карачаево-Черкесии, решение вопроса находится на контроле. Так, аул «Кумыш» без перебойной подачи воды будет обеспечен до конца первого полугодия 2024 года. Всего же в регионе строится около 200 километров водопроводных коммуникаций. Ещё одна важная для населения проблема – несвоевременный вывоз мусора в Черкесске, из-за чего люди порой вынуждены подолгу лицезреть во дворах залежи бытовых отходов. Рашид Темрезов поручил мэру республиканской столицы держать ситуацию на личном контроле. Также граждан интересовали планы по развитию курорта Архыз. Успешный опыт инвестора доказывает, что притягательная для туристов зона отдыха станет ещё лучше. «Определён стратегический инвестор такой, как компания «Горные вершины», которые уже показали себя и во время Олимпиады в Сочи, и на курорте «Красная поляна». Я считаю, что для республики это только плюс». Следующий вопрос касался благоустройства города Карачаевска. Недавно там открыли «Зелёный остров». Теперь людей интересовало, когда же они смогут воспользоваться услугами строящегося ледового дворца. Согласно планам, спортивное новоселье должно случиться до конца текущего года. Ещё один проблемный вопрос касался недоступности детских игровых комплексов для ребят с ограниченными возможностями передвижения. Слово было предоставлено градоначальнику Алексею Баскаеву, который отметил, что при проектировании тротуаров и зон отдыха для детей в городе стараются учесть все нюансы, что будет делаться и впредь. «Обсолютно, конечно, мы это учтём в работе. И вот сейчас, когда мы проводим работу по благоустройству наших тротуаров, мы обязательно учитываем эти нормы и требования, создаём доступную среду, так называемую безбарьерную среду. И ряд обращений нам поступает, мы обязательно её берём в работу и уделяем этому особое внимание». Завершающийся год промышленности показал, что в Карачаево-Черкесии есть предприятия, способные к успешному импортозамещению. Создаются новые рабочие места, что в нынешних условиях уже немаловажно. А итоги тематического года будут подведены в первом квартале 2024-го. Следующий год в России посвящён спорту. Жители попросили главу республики оценить некоторые достижения наших спортсменов. Рашид Темрезов назвал в числе значимых успех футбольного нарта, который в скором времени представит регион во второй лиге. Впрочем, Карачаево-Черкесия находится в числе лидеров по количеству людей, занимающихся физкультурой. И данный выбор населения будет всячески поочеряться и поддерживаться. Последний прозвучавший в эфире вопрос касался планов по строительству республики аэропорта. По словам Рашида Темрезова, у нас много нереализованных проектов, к которым мало кто ранее верил. При той поддержке, которую сегодня оказывает и представитель правительства Михаил Владимирович Мишусин, и при тех поручениях, которые уже даны, я думаю, что в ближайшее время мы начнём его строить. Отвечу так. Надеюсь, что мы начнём его строить в следующем году. Спасибо. Глава Карачаева-Черкесии поблагодарил жителей за небезразличные отношения к тому, что есть в республике. Он и команда будут делать всё, чтобы регион и дальше развивался. Разумеется, рамки эфирного времени не позволили озвучить в студии все поступившие на прямую линию вопросы. Однако ни одно обращение не останется без ответа. Артур Мухцев, Вести, Карачаево-Черкесия. Около 4 тысяч домов бесплатно газифицировано в Карачаево-Черкесии в рамках программы догазификации. Ход исполнения программы социальной догазификации в субъектах России обсудили на заседании Федерального штаба по газификации под руководством вице-премьера Александра Новака. В совещании от Карачаево-Черкесии приняли участие председатель правительства Мурат Аргунов и генеральный директор «Газпром» Межрегионгаз Черкесск Олег Дергачёв. Так, из 5,5 тысяч домовладений потенциально пригодны к газификации, на сегодняшний день газовая инфраструктура доведена до границ 3 800 домов, а в более чем 2 000 уже выполнен пуск газа. С 13 ноября в Карачаево-Черкесии стартует очередная благотворительная акция в поддержку наших земляков, участников специальной военной операции в новых российских регионах. Одним из организаторов выступает региональный штаб общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Ее руководитель Ася Хакирова поделилась с нашим корреспондентом Артуром Мхце информацией о работе в данном направлении. Понятно, что самая важная сейчас – это поддержка, помощь участникам специальной военной операции. Что можно сказать о багаже, который уже имеется? Багаж очень большой. С первых дней, с начала специальной военной операции, мы занимаемся этой работой. Подключилось огромное количество людей, инициативных групп, общественных организаций, некоммерческий сектор, бизнес-сообщество. Естественно, все это проходит в рамках работы единого штаба помощи участникам специальной военной операции, который у нас организован при главе нашей республики Рашид Борисовича Тимирезове. И ежедневно проходит работа по сбору, отправке гуманитарной помощи. Мы с бойцами, так скажем, ВКонтакте получаем от них заявки. Мы понимаем, что обеспечение есть у них, естественно, которое должно быть у них, но есть ряд мер поддержки, которые должны оказываться еще извне. То есть мы занимаемся именно этой работой. Ну и плюс ко всему, понятно, что бойцы, которые там находятся, хочется все равно какую-то частичку тепла из дома передавать, в том числе как продукты питания, так и письма, которые пишут и родственники, и просто как бы дети нашей республики. Насколько тяжело или легко заинтересовать людей, которые принимают участие в этих акциях? Вы знаете, я не устану говорить, что вот у нас очень добродушная республика, народ очень добродушный, отзывчивый в этом плане. Мне кажется, даже если приостановить вот эту акцию по сбору гуманитарной помощи, люди все равно будут самостоятельно что-то делать, искать точки входа для того, чтобы приносить что-то для отправки на СВО. Потому что общество на сегодняшний день у нас так сконсолидировалось, уже, наверное, начиная со времен самой пандемии. Вот по сегодняшний день понимаю, что какая-то зона ответственности на каждом лежит, и каждый старается принять участие. Мы площадка, которая объединяет все эти организации, какие-то региональные отделения, инициативные группы. То есть у нас находится центральный склад по сбору гуманитарной помощи, именно республиканские, куда муниципалитеты привозят собранную гуманитарную помощь, организации, предприятия и так далее. То есть огромное количество людей. Вот и я, и мои коллеги неоднократно принимали участие в съемках, оказание помощи со стороны вашей организации. Чаще всего, что требуется? С чем приходят люди к вам, и что отправляют туда? Организации, бизнес-сообщества, допустим, какие-то управления, ведомства, то есть они согласовывают, то есть они понимают, что у них есть определенный ресурс, и хотят, чтобы какая-то польза была конкретная, то есть по запросу наших бойцов. Что касается жителей республики, то люди приносят абсолютно все, то есть начиная от носочков, заканчивая продуктами питания. Понятно, что есть запросы на дорогостоящую технику, которая очень важна и имеет ценность в спасении жизни ребят. То есть абсолютно ни масштабы, ни категории какие-то. Единственное, кроме скоропорчащихся продуктов, абсолютно все востребовано. Наверняка столь масштабный проект невозможен без участия в том числе и ведомств. Да, конечно, безусловно. Поэтому у нас был сформирован с первых дней единый штаб. Как я уже сказала, при главе Карачаево-Черкесской республики туда входят администрация и правительство Карачаево-Черкесской республики. Это органы исполнительной власти, муниципальное образование, это организации, некоммерческий сектор, инициативные люди какие-то, которые создали свои вот такие группы, где самостоятельно тоже какую-то помощь реализовывают, обычные волонтеры. То есть, ну, здесь, наверное, если я кого-то не упомяну, я, может быть, кого-то и обижу, но здесь абсолютно все принимают участие. То есть, все работают, настолько система вот этой ячейки, она мощно работает, что задействовала вот абсолютно все свои населения. Акции проходят уже второй, получается, год. Что еще предстоит в ближайшее время? Да, я бы хотела сообщить о том, что вот у нас с 13-го числа, с 13-го ноября стартует благотворительный такой марафон из ряда акций благотворительных. Очень хочется, и чтобы какое-то патриотическое воспитание для детей у нас тоже было, и мы хотим в этот раз задействовать именно детские общественные организации образовательные, то есть это школы, СУЗы, ВУЗы. Очень хотим, чтобы они приняли в этом участие, понимали, в чем ценность. То есть, вероятно, все знают, слышали о том, что мы письма собираем, отправляем туда, которые, ну, это такой один из ценных грузов, которые мы туда возим, потому что получаем обратную связь, и ребятам на самом деле это очень важно и нужно. Хотим, чтобы ребята поучаствовали в акции по сбору макулатуры, по проведению каких-то сладких благотворительных ярмарках, чтобы все эти вырученные средства в итоге пошли на помощь нашим солдатам. То есть, плюс ко всему у нас запланированы концертные мероприятия, которые состоятся с 17 и 18 числа во всех районах Карачаево-Черкесской республики, где точно так же все собранные средства будут аккумулированы на базе ресурсного центра по развитию молодежного добровольства, собственно, нашей организации, которая с первых дней занимается именно сбором пожертвований. И уже дальше, подводя итоги, будем распределять деньги так, чтобы в первую очередь, конечно, первоочередные заявки закрыть. Заявки поступают от самих военнослужащих, то есть коллегиально будут приниматься решения о приобретении того или иного. Если люди хотят помочь, вот принять участие в акции, либо помочь материально, еще как-то, куда им обращаться? На сегодняшний день очень много организаций. Я думаю, что все, на самом деле, бескорыстно этим занимаются, приносят пользу однозначно большую в этом деле. Но если к вам обратиться, как? В ресурсный центр к нам можно обратиться, то есть штаб мы вместе. Я думаю, что это уже на слуху у всех, потому что очень долгое время мы работаем и оказываем помощь и поддержку жителям нашей республики. Находится он сейчас в данный момент по адресу даватора 19, там находится региональный пункт сбора гуманитарной помощи. Люди спокойно могут прийти, обратиться, принести пожелание, то, что они считают, по возможности своей, отправить в зону СВО. Сейчас реклама, после продолжим. Мебельный салон «Слон» – широкий ассортимент классической и современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. ВГТРК и правительство Магаданской области 27-28 ноября проводят телефестиваль «Русский север». Цель фестиваля – привлечение внимания общественности страны, жизни людей на севере. Истории освоения северных регионов России. Реализуемым там государственным программам – защите природы севера, культуре народов, которые там проживают. Подробности на сайте – вести-дефис-магадан.ру «Битва за Кавказ» – одно из самых продолжительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. К 80-летию победы на базе Северокавказской госакадемии была проведена первая городская научно-практическая конференция «Пограничные части и подразделения в битве за Кавказ». Подробнее расскажет Дарья Тендит. В рамках проекта «Историческая память» совместно с ветеранскими организациями на протяжении долгого времени проводятся мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти. Научно-практическая конференция не стала исключением. Проводится она впервые, но станет доброй традицией, поделился куратор федерального партийного проекта «Историческая память» Альберт Зугаев. Научно-практическая конференция мы обозначили такой формат с привлечением среднеспециальных учебных заведений, чтобы привлечь интерес молодежи к этой теме, пробудить какие-то краеведческие моменты, чтобы молодежь привлекалась, изучала свою историю. В ходе мероприятия были представлены научно-исследовательские работы студентов по теме пограничной части и подразделения в битве за Кавказ. Студентка педагогического колледжа провела большую исследовательскую работу. Ей удалось узнать о жизни земляков-ветеранов и проследить их боевые и трудовые пути. Во время выступления она рассказала об участниках этой битвы. С одним из них студентке удалось связаться и записать обращение. Моя работа заключалась в том, что можно узнать как можно больше о ветеранах-пограничниках Великой Отечественной войны, чтобы наше подрастащее поколение не забыло о военных действиях, чтобы не забыли о наших героях. Помимо докладов, присутствующим показали исторический фильм о пограничниках, участвующих в битве. Это неосвещенная тема, оставляющая пробелы в истории. И для того, чтобы вызвать больше интерес, мы привлекаем молодежь, рассказал председатель Совета ветеранов пограничной службы Карачаева-Черкесии Сергей Юрьев. Основная задача – это у каждого есть небольшая страничка, рассказать о пограничниках, участниках битвы за Кавказ на территории Карачаева-Черкесии. Это в первую очередь, чтобы те, кто присутствует, могли доказать или понять, что это такое. Ну и я еще раз говорю, это главное начало всего этого. В дальнейшем мы хотим, чтобы это развивалось и дальше заинтересованность появилась. Организаторы мероприятия – Министерство образования Карачаева-Черкесии, Совет ветеранов пограничной службы Республики, партия «Единая Россия». Завершилось мероприятие награждением участников и концертной программой. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. Бизнес-конференция, направленная на поддержку и развитие молодежного предпринимательства в регионе, прошла в Черкесске на площадке «ЦМИТ». Кто принял участие в мероприятии, какие вопросы и проблемы обсудили и участники, что узнали нового, расскажет Альбина Ламкова. Развитие малого и среднего предпринимательства среди молодежи является неотъемлемой частью экономической системы хозяйствования нашей республики. Доказательством этого служат программы в поддержку начинающим бизнесменам, проводимые встречи для их обучения. В рамках очередного мероприятия организовали пленарное заседание, где спикеры и участники обсуждали актуальные вопросы и проблемы, связанные с молодежным предпринимательством. Для получения результата, как и в любом деле, нужно время и терпение. Спикеры в формате диалога и дискуссии разобрали циклы экономики, дали рекомендации для молодежи. Люди, когда берут кредит, у них повышается количество потребления, значит, экономика растет. Но надо платить по долгам, а не сокращает потребление, чтобы деньги высвободить. И экономика из этого падает, потому что экономика растет, когда у меня много покупают, а у меня меньше. Участники смогли получить консультации от экспертов и ознакомиться с возможностями финансирования своих проектов. Дали информацию, как развивать навыки для предпринимательства, бизнес-мышления и лидерства. Елизар Гудманов – молодой бизнесмен. Он работает в команде. С коллегами развивают онлайн-школу. Предприниматели – это большая возможность, во-первых, пообщаться напрямую с министрами, которые связаны с министром экономического развития, министром молодежи и другими представителями, которые могут рассказать про государственную поддержку, про грантовую поддержку и так далее. Я смог узнать чуть больше про грантовую поддержку, которая сейчас проходит для молодежи 25 лет. Узнал чуть конкретно про свои условия. Плюс, в общем, подробнее ознакомился с мерами поддержки в Карачао-Черкесской республике. Молодежное предпринимательство – перспективный федеральный тренд. И в нашей республике есть возможность получить поддержку на этом пути. Предпринимаем и будем предпринимать все необходимые меры, всю необходимую поддержку для того, чтобы молодые люди на самом старте осуществления своей предпринимательской деятельности получили прочный фундамент, на который смогли бы опереться, приступая к реализации своего дела. Еще на бизнес-конференции были проведены тренинги, на которых участники могли получить полезные знания и опыт для развития своего бизнеса. Одной из особенностей мероприятия была бизнес-игра с финансами на «ты». Это помогло им лучше понять, какими навыками необходимо овладеть для успешного ведения бизнеса. Мы понимаем, что от того, как молодежь будет развиваться, как она будет участвовать в экономическом развитии России, во многом будет зависеть экономическое благополучие нашей страны в будущем. Главной целью бизнес-конференции стало всестороннее развитие потенциала молодежи, что, в свою очередь, должно способствовать достижению долгосрочных целей – социальному, экономическому, культурному развитию страны, обеспечению ее международной конкурентноспособности и укреплению национальной безопасности. Альбина Ламкова, Вести, Карачаева, Черкесия. Народ жив, пока жив и его культура и язык. В Черкесии на базе Центра выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Карачаева Черкесии «Спутник» прошел оригинальный круглый стол «Сохраним родной язык». В мероприятии приняли участие учителя родных языков, представители общественных организаций и министерств региона. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Основная цель круглого стола – обсуждение актуальных вопросов по изучению родных языков и литератур народов Карачаева Черкесии в системе образования, выработка рекомендаций и практических решений для повышения эффективности работы в этом направлении. Открывая мероприятие, министр образования и науки Республики Инна Кравченко подчеркнула, что в регионе уделяется особое внимание сохранению и развитию языков и культур представителей всех проживающих в Республике национальностей. Урочные и внеурочные мероприятия по родным языкам и литературам формируют знания об истории своего народа, его языковой культуре, национальном характере, традициях и обычаях, нормах и правилах поведения, художественных и ремезнических промыслах и, конечно, фольклоре. Во всех общеобразовательных организациях с 1 по 11 класс изучают родные языки. Учитель карачаевского языка и литературы средней школы номер один карачаевска Фатима Лайпанова поделилась своим опытом преподавания и рассказала о методах использования современных технологий во время обучения. За победу в 13-м межрегиональном профессиональном конкурсе учителей родных языков «Мы разные, но равные» министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко вручила благодарность и грант главы Республики Фатиме Басиатовне за участие в этом конкурсе. «Моя задача, чтобы дети познавали свой язык и для этого необходимо их заинтересовать», отмечает педагог. «Мои работы я использую, конечно же, компьютерные технологии, я использую игровые технологии, которые помогают мне раскрыть детей, которые расковывают детей в таком плане, что они начинают говорить на родном языке, сами того не замечая, хотя раньше у них был какой-то психологический барьер. В своем сегодняшнем докладе я рассказала о своей работе, которая посвящена тому, что я постоянно погружаю детей в родной язык. Красной нитью по всей моей работе вообще идет погружение в родной язык и историю своего народа, карачаевского народа». «Родной язык нужно познавать с малых лет, и родители должны этому способствовать», заверила в своем докладе руководитель дошкольного образовательного учреждения Яслисад Марамыс Аула Эльбурган Оксана Аджиева. Она поделилась своим опытом преподавания с использованием компьютерных технологий и способами живого общения. «Абазинский язык, я думаю, как и все, в принципе, национальные языки, они более сложны в произношении, есть звуки более сложные, чего только стоит звук, например. Тут уже возникают у ребенка сложности, поэтому зачастую ребенок выбирает то, что легче. И наша задача состоит в том, чтобы в этом раннем возрасте показать ребенку красоту языка, что вовсе не труден язык, если играть с помощью этого языка, общаться со сверстниками». В завершении заседания круглого стола «Сохраним родной язык» была принята резолюция, которая будет направлена в образовательные организации республики и рекомендувана для внедрения в образовательный процесс. Аль-Халеб Шоков, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. «Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго». Субтитры создавал DimaTorzok